Попасться на удочку мошенников может любой пользователь мобильного телефона. Злоумышленники начали использовать смс-бомберы, чтобы заполучить деньги доверчивых граждан. Номер жертвы регистрируется на десятках ресурсов. И после этого на телефон приходит множество сообщений с кодами, которые и выманивают злоумышленники. В чем особенности такого способа кражи денег, узнавала наш корреспондент. Свои истории о том, как чуть не стал жертвой мошенников, нашему телеканалу рассказал житель Твери Виктор Новиков. Мужчине пришло сообщение о попытке совершения покупки. Как рассказывает Виктор, ему повезло, что денег на счете оказалось недостаточно. Я обратился в банк, выяснили, что это у нас ВКонтакте. В системе пытались снимать деньги. Почему это произошло? Потому что для меня это было вообще не очевидно, что должно быть это 3D-секьюра, код вводить. Оказывается, нет. Я долгое время пользовался картой, вводил, покупал где угодно. Даже я не могу вспомнить сейчас сайты. Везде свои карты и думал, что такого быть не может. Чтобы обезопасить себя, Виктор нашел решение. Он пользуется цифровой банковской картой и переводит на нее только необходимое количество денег для покупок. Я скидываю туда денежные средства, на которые нужно на покупку конкретное. И там практически не остается денег. То есть если какая-то возникнет ситуация, то заблокируется цифровая карта и ваша карта не будет нигде светиться. Однако злоумышленники не дремлют и теперь получают деньги с помощью обыкновенных скриншотов со смартфона человека. Мошенники собирают номера телефонов из различных источников. Далее создают специальные агрегаторы, которые автоматически отправляют огромное количество смс потенциальным жертвам. Или злоумышленники пользуются специальной программой, так называемыми смс-бомберами. Кроме того, номер человека используют для регистрации на разных интернет-сайтах, в том числе на порталах микрофинансовых организаций. В итоге жертве поступает большое количество сообщений с кодами о регистрации и подтверждения займов. После этого злоумышленники под видом сотрудника техподдержки звонят и предлагают помочь. Когда человек в панике, он неадекватно соображается, соответственно, уже дальше с ним можно составить диалог в любом направлении. Диалог составляется уже потом, либо звонят, либо пишут, что нужно сделать какую-то определенную операцию. Раньше было позвонить и скажите мне код, но сейчас уже народ обучен, пошли на новое изощрение, пришлите скриншот. После того, как мошенники получают скриншот, им открывается доступ к коду для регистрации на кредитных сайтах. Затем все просто. Займ оформляется на имя жертвы, деньги выводятся через подставные счета. О кредите человек узнает только тогда, когда приходит время платить по счетам. Как обезопасить себя, не попасться на все хитрые уловки мошенников, специалисты советуют. Если чувствуете, что начинаете нервничать или паниковать при разговоре, лучше положить трубку. Идут эмоции посторонние, либо начинаешь нервничать, либо еще что-то там, переходишь какую-то грань, начинаешь паниковать. Лучше в этот момент трубку положить, либо остановить разговор, сказать, перезвоните, чтобы осмыслить, а в определенный момент переждать, чтобы эмоции ушли. И после, как только вы поняли, что у вас эмоции начинают зашкаливать, лучше вешать трубку. И чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо не терять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и не отправлять скриншоты сообщений незнакомым людям.